Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об очередном ноже, который был предоставлен для обзора новосибирским магазином ножей клинок. Будет это нож производства российской компании Кизляр Суприм, который называется Центурион. В данном случае из стали АУС-8 у нас версия ножа. Версий у него много, по ссылке на сайте производителя можно будет посмотреть. Хочется вначале сказать, что теперь эти ножи стали поставляться вот в таком вот неоновом чехле, и мне это, честно признаться, очень понравилось. С одной стороны подчеркивает такую тактическую направленность вот этой серии ножей, а с другой стороны явно удобнее хранить, чем в картонной коробке, которая была раньше такая довольно большая и габаритная, особенно под ножи вот такого размера. Ну, теперь давайте к самому ножу перейдем. Обычно я вначале ножны показываю, наверное не стоит от этого дела отходить, потому что ножны здесь такие, знаете, традиционные для компании Кизляр Суприм тактические ножны. Они постоянно развивают свои ножны так или иначе для тактических моделей ножей, но тем не менее они все обладают такими стандартными характеристиками. Вот такая вот здоровенная петля под любого практически размера ремень тактический, вплоть до на некоторые ремни рюкзаков можно разгрузочные повесить это дело. Кроме того, здесь, соответственно, есть вот такая вот петля, которая крепится с помощью с одной стороны кнопки, она двойная, кнопки здесь такие хорошие, удобные, вот и, соответственно, дублирована на велкро, то есть можно здесь под какой-то более тонкий ремень подогнать себе размер и тоже спокойно использовать, это тоже будет вполне удобно. Кнопка в данном случае тоже достаточно комфортабельная у ножа на ножнах, такая транспортировочная, но это действительно здесь ремешок, он является не единственным, что удерживает нож в ножнах, а именно предназначен для транспортировки, когда нож вам явно как-то очень быстро не понадобится, ну, чтобы исключить дополнительно еще какой-то риск, так или иначе его выронить. Потому что, в принципе, нож закреплен в ножнах, я сейчас так вот его возьму, чтобы лишних звуков не было, то есть он там не шевелится, никаких звуков не издает. Это, в общем, прям большой плюс, потому что я знаю, что на некоторых моделях и некоторых выпусках ножей Кезар Суприм было такое нарекание, что нож в ножнах несколько болтается, тут его нисколько нет. Крепление по стандарту MOLLE, можно чего-нибудь приторочь сюда, в каком-нибудь небольшом подсумношке, если вам это необходимо. Дополнительно также есть они и с обратной стороны, можете закрепить этот нож на снаряжении, хоть даже кверх ногами. Ну, вполне, в общем, все очень тактичненько сделано, для тех, кто вообще любит такую тематику, но я думаю, что другие люди подобные ножи, наверное, не покупают, то здесь все это продумано, сделано хорошо. Ну, пластик внутри, все, в общем, довольно надежно, комфортно. Давайте сам нож посмотрим. Рукоять сделан из пластика, при этом пластик по ощущениям очень приятный, я вот не знаю, как бы вам даже на новом ноже это показать, то есть он не дубовый, а он такой, знаете, вот это что-то такое, типа вот моровского пластика, что-то вот такое, по ощущениям, так называемый резинопластик. Но при этом, если у мора есть вокруг рукояти сделано что-то такое из жесткого пластика, то здесь пластик относительно мягкий весь, он не прожимается в руке, но ощущается, как к ладони такой приятный. Как видим, у рукояти такая сложная эргономическая форма. Разного рода такие сложные формы эргономические иногда бывают промахами у разного, у совершенно разных производителей, от именитых до не очень. Но вот, тем не менее, здесь скажу, что по первым ощущениям это не промах. Рукоятка ощущается такой действительно довольно значительной в толщину и при этом хорошо сидящей в руке. Эргономика вот эта вся работает, то есть у меня, по крайней мере, при моих среднего размера руках, пальцы четко попадают в подпальцевые выемки и лежат они там действительно удобно. Единственное, пожалуй, такое какое-то, ну, это даже не нарекание, а нюанс этой рукояти заключается в том, что здесь нет какого-то отверстия, которое бы могло разгрузить мизинец. Но думаю, что это здесь сделано так в угоду универсальности, потому что руки у всех разные, то есть здесь сделать под него подпальцевую какую-то выемку, ну, было бы достаточно сложно. Вот, по крайней мере, в таком хвате для тяжелой работы нож ощущается комфортно. В хвате в обратном тоже. Здесь вот есть такое заметное расширение, которое как раз вот эти вот перепонки наполняет хорошо, то есть, ну, действительно, нож ощущается таким действительно мощным, можно бить, что-то ломать и вот совершенно комфортно и спокойно это делать. Темлячное отверстие, как мы видим, нож это фуллтанг в данном случае, при этом, ну, здесь сделано что-то такое, назовем это стеклобоем, да, вероятнее всего, так и позиционируется, то есть, ну, выглядит вот так. Думаю, что вполне, вот на таком ноже работать будет, потому что ударить так не страшно. И логотип Кизляр Суприм прямо на рукояти с обеих сторон. Дальше. Такой вот достаточно сложной формы клинок. Центурион. АОС-8 сталь. Дол. Видите, такой дол с признаками такой брутальности некой во фрезеровке. То есть, он не был достаточно тщательно обработан по-грубому, вот, как видите, да, здесь, но зато блестит все, вот. Но зато потом был, ну, чем-то, так скажем, высокой гридности аккуратненько снят, в общем, очень. Такая вот штука. Хорошо заполирована, приятно. Отдельно хочу похвалить за вот эту площадку на обухе. Смотрите, какая штуковина. Палец кладешь. Вот, нет вот этого, знаете, стандартной моей претензии к ножам компании Call Steel, к тому, что здесь сделаны края на этой площадке, которые постоянно обдирают палец. Очень все комфортно, очень удобно сделано, зализано. Более того, вот этот переход на пластик рукояти для такого большого ножа тоже очень комфортный. В общем, если надо что-то сделать так контролируемо, палец лежит хорошо. В принципе, да, вот, возможно, вот такой хват. Вот, ну, здесь он такой, несколько травмоопасный, потому что можно соскользнуть на режущую кромку. То есть, ну, Чел здесь не реализован, потому что все-таки такой, ну, видимо, тактический такой нож, как бы все-таки более в ту сторону для каких-то ломообразных работ, а не для точного строгания он предназначен. Хочу обратить внимание, что, по крайней мере, на имеющейся у меня сейчас на обзоре версии этого ножа, явно как-то изменялась геометрия кончика, ну, относительно его, видимо, заглавного дизайна, видимо, в угоду российскому законодательству, дабы этот нож не был причислен к предметам, запрещенным к обороту. Вот так вот это дело выглядит. Вот, но, тем не менее, думаю, что сделано достаточно удачно, по крайней мере, по виду. Я не думаю, что это как-то сильно влияет на работоспособность этого ножа. То есть, ну, конечно, понятное дело, что если бы кончик выходил прямо вот на самую такую толстую часть, это было бы, наверное, вообще круто, но в нашем законодательстве такие ножи, конечно, при прочих равных ттх этого ножа делать уже не позволяет. То есть, ну, договорились на том, что сохранят все упоры, толщину клинка достаточно большую, но сделать именно такой кончик. Ну, в общем-то, почему бы и нет, вполне нормально. Очень мощный нож, хочу показать заточку. Вы знаете, нравится мне, как компания Kizare Supreme точно свои ножи из коробки, потому что это вот вам не бенчмент, в котором такое иногда бывает впечатление, что какие бы классные бы у них ни были ножи, но заточить их лень. Тут все, в общем, очень аккуратно сведено. Вот, но сведен здесь нож достаточно мощный. Я приблизительно от 0,7 примерно свинтей не намерил, так, при первом приближении. То есть, честно скажу, что особенно не морочил с этими измерениями, но примерно тут такое. То есть, ну, вполне такое достойное самого вот этого вот ножа. Давайте теперь коротко о личных впечатлениях, потому что личные впечатления будут такие. Я вообще сам не являюсь пользователем подобных ножей, просто потому что в моей жизни они достаточно бесполезны. Я ничего такого не делаю, чтобы мне был нужен вот такой вот именно нож. Однако подобные ножи имеют очень такую большую категорию поклонников, достаточно серьезную в масштабах этого рынка. И, конечно, мне очень нравится, что компания Kizare Supreme эту нишу не забывает, постоянно радует любителей подобного рода ножей какими-то новинками такими вот тактическими. И при этом не уходит в сторону очень высокого ценника. Потому что, конечно, по сравнению с ценами там даже на относительно дешевые ножи, к примеру, там американского бака, Kizare Supreme выдает цену, ну, заметно более низкую, при уже, в общем-то, сопоставимом с недорогими баками, к примеру, качестве ножей. Поэтому вот мне это представляется достаточно нормальным. Я здесь как бы с первого вот так вот впечатления каких-то огрехов серьезных в конструкции этого ножа не вижу. То есть для того, для чего он предназначен, по-моему, он прекрасно сгодится. Ну, другой вопрос, что мне самому это незачем не надо, но тем не менее. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока. Продолжение следует...